И всем привет, вы на канале Видроид Гейминг, меня зовут Александр и сегодня у нас обзор боевого пропуска в топовых кораблях Modern Warships. Поехали! Про хранилище я уже говорил, там доступен свордшип и кулинчик, но ценник до сих пор кусается и каких-то скидок тоже пока нет. Также добавлена кнопка перехода в задание прямо из БП, нажимаем сюда, переходим в задание, прикольно. И еще добавлена кнопка перехода в БП прямо из БП, не знаю зачем это сделали, но думаю так задумано, ага. Ладно ребятки, шутки в сторону, давайте пробежимся по наградам, батл пасс у нас тематический, парни соответствующие. Четвертый левел, премиальная часть, легендарный Лонг Фэй с собственной персоной, да я сам в шоке, командующий морями, обладающий стратегическим мастерством. Я не знаю что про этого мужика сказать, но вот такой вот мужик нас ждет. Ладно, давайте теперь точно без шуток, все по-серьезски, 12 левел, китайская HPG 29, полноценный залповый миниган 76 мм со всеми вытекающими. Вещь довольно редкая, присутствует механика перегрева, стрелять нужно аккуратнее. Далее, 14 левел и еще один рандомный китаец, соберись все полтора миллиарда, ага, но зато этот бесплатный, после перепрохода батл пасса даст за свою голову компенсацию в голде около 2000, такие дела. 18 левел и очень классный комок нефритовый страж, мне прям зашло. 22 левел, рыночная лимитка, эпическая рбушка на случай того, если вам ракетная из випки не понравится, скорее всего так. 29 левел и уже бесплатная лимитка, ракета торпеда Ю-8, но я думаю сейчас это нормально уже подгон или опять не то? Ракета не боится тепловых ловушек, летит до цели своим ходом, потом дропается в воду и бьет оттуда как торпеда, можно работать по подводным целям. 31 левел и как заметили в комментах, аватарка, которая может поконкурировать с самой черепахой, по любому маст хэв. 36 левел и еще одна платная лимитка ПВО Silent Hunter, хоть это и лазер, но нареканий к нему я особых в комментах не заметил. 38 левел, бесплатный комок скорость, как всегда простенько и со вкусом. И главная бесплатная награда, первый китайский фрегат на третьем тире, Type 054B на борту есть все инструменты для любого боя, часть из них уникальные, залоченные ракеты с торпедами не боятся ловушек, на пушку ругаются, типа слабая, но это все дело конечно же мы пощупаем и проверим уже в ближайшее время. Не пропустите. И остается вип-часть, так сказать, самая вкусная, кстати, как донатить в игру можете глянуть по ссылке в описании, если останутся вопросы, спрашивайте. Начнем с комочка, тут настоящий праздник цвета, комок имеет 4 состояния, по одной стихии на каждое, воздух, огонь, вода, земля. Перекрашивается все, в том числе авиация, выглядит все максимально легендарно. Далее ракетный гренник CH-901, мы его давайте подробнее глянем в одном из следующих видео, можно даже сравнить с чем-нибудь, пишите с чем. От себя добавлю, урон естественно невысокий, но компенсируется все точностью. Можно работать в принципе на любом расстоянии, кучно класть ракеты в цель. Сами ракеты не боятся ловушек, но и под воду тоже не стреляют, а значит про охоту на подводные лодки или хотя бы борьбу с торпедами можно забыть. Да, еще один недостаток, прицел не цепляется за целью, приходится это все дело вручную доводить, и если цель динамичная, то все становится крайне сложным. Но так конечно вещь интересная и максимально уникальная. Далее новенькие, старенькие, называйте как хотите, штурмовики J-35. Название конечно вносит путаницу, но все остальное естественно отличается. Характеристики у нас не магазинские, в звене три штурмовика, вооружение просто запредельное. На борту бомбы с лазерным наведением, ловушек не боятся, неотворотимый урон 81 тысяча, этого уже в принципе достаточно. Есть еще два слота ракеты, пушки, суммарный урон со мной проходки 170 с лишним тысяч, просто жескач. Далее вертолеты. З-19Е и он настолько крут, что даже летает с выключенным двигателем, ага, ну тут как говорится, что-то пошло не так, и это что-то должны пофиксить. По машинке прочность 10 тысяч неплохо, скорость тоже высокая, подойдет для засвета вооружения, мое почтение. Птуры и нуры, дающие очень неплохие цифры на средней дистанции, и главная фишка спаренные пулеметы, которые обеспечивают стабильный урон даже после конца боекомплекта. Также пулемет стреляет по авиации, вертик вышел прикольный, разве что торпед не хватает, но это как говорится уже фломастеры. Итак, что по БПхе? Для меня что в ВИПке, что в премке, что в бесплатке, визуальная часть просто на высоте, прям ощущается рост скилла и прогресс у художников по сравнению с тем, что было. Этого мне уже достаточно, чтобы хотеть взять ВИПку. Но по наполнению все неплохо, есть у нас бесплатные крутые ракетки, лимитный лазер, которые не ругают и шикарные гренники, тут ни дать ни взять. Еще бы один гренник чем-нибудь другим заменили, а то две штучки, ну такое себе. Но авиацию вы видели сами, мощнейшая, определенно зачет. Вы пишите, что думаете, новый хэштег не забывайте с айдишниками, для поддержки канала у нас есть бусти, для общения телеграммчик. Всем спасибо за просмотр, всем пока играйте в крутые игры, скоро продолжим, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok